привет и вот снова с нами с нами вот прямо здесь сейчас grid последний grid восхитительная серия это уровень где-то ближе к верху ближе дальше середины потрясающие автомобили трековая гонка по моему три круга и вот сейчас мне предстоит всех обогнать как вы видите сзади достаточно много машин то есть моя входит в разряд пелетона и основной набор гонщиков которые претендуют на лидерство гонка потрясающе она проходит по горам она входит состав игр которые здесь представлены и здесь не только трековые гонки но это трековый и еще по горам по замечательной местности но это просто великолепие сплошное одна из наилучших игр а по адреналину составляющие наверное одна из первых потому что может работать на средних компьютерах с отличной графикой потрясающей скоростью и восхитительным качеством вы это все видите правда снят на full hd но ее можно снять и на 4к 2к другой вопрос что на дзене все равно больше чем на full hd выложить нельзя и вот я играю для вас я рад что я могу представить свое умение здесь управлять я кстати езжу на обыкновенном геймпаде logitech в котором сейчас задняя скорость не работает и хорошо потому что в этой игре нет задней скорости то есть она не нужна тут надо ехать вперед и как вы видите все застались сзади и впереди только лидер только лидер который как всегда бывает в любой гонке составляет основного соперника для того чтобы его перегнать требуется наибольшее количество времени конечно было бы лучше чтобы вся основная масса составляла тут рядом у нас бы происходило между ними гонка но для того чтобы как я уже говорил догнать мой уровень до состояния игры формуле 1 до здесь есть формула здесь есть уровень с формулой тут формула замечательный лучше чем здесь я нигде не встречал по управляемости по ощущениям это настолько здорово выглядит поэтому мне нужно сейчас пройти первому для того чтобы пройти уровень карьеры дальше и в этом случае я смогу вам показать и формулу правда там на трассе будут все три машины но какие но какие машины советую вам загрузить этот грид это последний грид он великолепен он выбрал сюда все гриды которые только есть второй грид был неудачным а вот третий до восторг здесь не снимаются вас очки не тормозит двигатель как это было во втором а здесь вы можете проявить полный комфорт и играя я на геймпаде logitech 300 не помню какие каком-то на нем не очень хорошо играть вот так что оцените мое такое героическое усилие победить на такой изгибающейся во все стороны трассы сложнейший играя на достаточно плохом джойстике геймпаде простите и вот я обгоняю первых лидирующих гонщиков машины как вы видите типичного формата типичного объема поэтому сражение происходит справедливое нет никаких поблажек в этом плане как вы видите я во главе пелетона и выучил словечко теперь буду повторять он мне нравится и вот вы можете видеть как два соперника двое которые тоже претендуют на первенство не уступают мне не уступает мне первое место без боя и это хорошо есть на что посмотреть здорово это замечательно а впереди как вы видите никого нет только сзади машина голубая и похожая на мою с красным капотом трасса как вы видите проходит по горам извилистая по мостам очень тяжело проходятся повороты и вот как вы видите ошибка но хорошо моя машина врезалась в автомобиль который был рядом тем самым скорректировал дорогу мне иногда кажется что когда гонщик едет достаточно уверенно и сильно то для того чтобы поддержать как бы его при ошибках рядом стоящей машины как бы не вначале оказывается по пути но это мне так кажется возможно только потому что много раз я проходил не сразу я прошел эту трассу и как вы видите на этот раз мне удается игра просто потрясающая приходите ко мне над зен я буду выкладывать разные игры и в мультиплеере и просто так и расскажу вам о технике кстати на днях взял компьютер за 20000 малюсенький как 4 коробки спичек так что может на нем сыграю а теперь как видите моя машина первая я надеюсь вам понравилось приходите будут тестировать технику будут тестировать приборы различные для компьютера мониторы рассказывать почему 144 герца почти не играет роли на размазку на экране у меня я проводил эксперименты и не просто так я и фотографировал с частотой 160 кадров в секунду чтобы поймать 144 герца и видео снимал с частотой порядка 160 так что то что получилось на 144 герцовых мониторах вы можете увидеть это запросто то есть все эксперименты по которым я на которых я основываю свою версию что 144 герцовые мониторы не так уж и важны как мне кажется и подтверждает а доказательствами съемок и даже фотографических съемок с разного разного вида боковой атмосферы видите как все сливается но вообще-то это естественно для глаза если вы гал головой будете дергать туда-сюда и посмотрите на окружающий мир вы также увидите что перед вами окружающими растекать так что не знаю когда же возможно все оставить не без движения а это великолепная гонка конечно и трасса изумительная изумительная трасса но как вы видите я уже ее прошел это повторный круг я стараюсь показать вам и трибуны от зрители там живые но так как машина несется быстро совершенно не видна их реакция но они машут руками но если я остановлюсь бы остановился бы то конечно гонку уже я бы потерял безвозвратно а пока как вы видите я догоняю снова лидирующего гонщика и стараюсь теперь а посмотреть вокруг чтобы вы видели пейзажи насколько они хороши насколько эта игра великолепна как все проработано играю я на видеокарте в данный момент играем на виде карте вы будете удивляться r9 390 amd эта карта оказалась замечательной и играет даже на 2 и на 4к причем некоторые игры совершенно без глюков совершенно без тормозов так что конечно не обязательно на такой карте играть можно играть и на geforce для других случаев у меня 270 конечно многие игры здесь не потянутся но вот эта игра настолько хороша grid что она и на 4к здесь пойдет великолепно но по крайней мере full hd как вы видите идет замечательно потрясающе просто великолепно изумительно и сейчас видимо последний круг проходить эту гонку на такой машине очень сложно в каждый момент надо двигать кнопками нет это по моему еще не последний круг даже если кто-то удивится использую я для управления на геймпаде кнопочный режим вместо руля кнопками многие удивляются почему так что за допотоп а я могу посоревноваться с вами приходите на need for speed мультиплеер я играю там играю кнопками и попробуем сразиться у кого нет управления лучше я доказываю всем что кнопками управления куда быстрее чем стиком стиком невозможно так управиться если игра идет молниеносно требуется очень быстрые повороты этого сделать нельзя но тут конечно еще и дел привычки замечательная игра grid приходите буду играть в разные гонки показывать вам а теперь пока пока всем пока и и Продолжение следует...